Потом нельзя стало есть яйца, молоко и так далее. Потом нельзя было пить воду. То есть в воде заложен код смерти, если ты попьёшь, ты умрёшь. Мои родители в это верят. Рассказать подробнее о питании в данном времени, тоже, как бы, многое мы говорили. Ну, коротко можно ещё рассказать. Вообще, взрослому человеку сейчас нет смысла даже употреблять растительное масло. Не просто только растительное блюдо, но даже растительное масло. И, опять же, я не скажу это для вас законом. В данном случае я могу сказать, я так живу. Хотите, сделайте шаг за мной. Хотите, ну и не надо. Тогда делайте то, что умеете и хотите. Но я так живу, и я предлагаю этот шаг. А это всё очень просто. Детям допускается молочный, кисломолочный продукт. Ещё всё. Взрослым уже можно от этого всего отойти. Сахара желательно как можно меньше. Из влаги употреблять желательно только живой продукт. Либо это овощи, фрукты. То есть то, что непосредственно находится вообще в фруктах. Соки допустимы. Воды не старайтесь пить. Тем более. Вы сейчас можете не найти хорошей воды вообще. Кроме даже, что потаённых уголков Сибири. Здесь ещё можно пить из реки. А здесь у вас так тут вообще вода надо сторониться, чтобы она внутрь попала. Тут у нас такая вода. Её можно взрывать головы. Так вот, влагу желательно стараться поменьше. Но в то же время нельзя сказать, чтобы вы насильно удерживали себя употреблением влаги. Нет. Хочется опорить, но старайтесь придерживаться просто соков. И не увлекайтесь себя водой. То есть вообще пол-витра в день это очень много. Часто бывает. Очень много. Но это не значит, что вы только срезали. Чайный гриб. Ну, можете попить. Ну, желательно, я говорю, вот вам пользуются больше овощами, фруктами. То есть то, что содержит естественную влагу внутри себя. Ибо после такой пищи, как правило, пить не хочется. В нормальном виде после этого пить не хочется. Если немножко, как правило, овощей, с кашей, пить не хочется после этого. Если хочется, то это ещё пока ваша привязанность, которая внутри есть. Постепенно она уходит, и вы становитесь более равновешенны. Но в то же время, когда бывает жарко, действительно пить хочется, это не запрещается. Попить, конечно же, можно. Это не каждый день происходит. А тем более, у вас торгоза, что по-детски можно сесть, торгоз съесть. Ну, сядьте вы его, скушайте хорошенько. Он хорошо там промоет у вас всё внутри. Так что здесь не устанавливайте каких-то жёстких критерий, во что бы то ни стало. Там сказано, меньше пить и всё, как срубили. Нет, организм, он у вас индивидуален. И по-разному проявляется эта потребность. Но будьте, опять же, искренни в своих решениях и шагах. То есть нельзя так вот определить одним словом. Хотя мне приходится сталкиваться со многими подобными, но не с разными действиями. Мне спрашивают, кто ждёт, я вам так и скажу. Начинается сразу короткое, такое строгое отношение. Мучиться, а сам, что если этого не делать, не надо. Хочешь съесть, попей? Попей.